Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Времена событий людей». Я Васильский Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор, ведущий этой передачи. Сегодня у нас в гостях доктор философских наук Игорь Борисович Чубайс. Здравствуйте, Игорь Борисович. Очень приятно, что вы пришли, приняли наше предложение. Хотел бы, во-первых, представить вашу книгу, вокруг которой мы сегодня и в прошлый раз вели разговоры. «Разгаданная Россия». И есть еще второе издание этой книги. Кому-то, может быть, более понравится она. Поэтому просим обратить на них внимание. И у меня сразу такой, как говорится, быка за рога, как говорится. Вот национальная идея. А с 1991 года, с момента распада СССР и образования Российской Федерации, нового демократического государства в истории, русской истории, 1300-летней, наверное, на сегодняшний день. Разные оценки. Вот русская идея. Что это такое? Самостоятельный ли подбор, как говорится, правил и традиции поведения? Либо это часть той общенациональной идеи, которую мы сейчас постараемся с вами сформулировать. Либо это нечто, ну, совершенно уж своеобразное и ни на что не похожее. Потому что, когда, вот, например, приходится говорить, выделять этническую составляющую определенной идеологии, мы поневоле вспоминаем так, знаменитую, эту американскую мечту. Или не поневоле, но по злой необходимости, Deutschland, Deutschland, там превыше всего, понимаешь ли, вот эти знаменитые 65-летней давности. Россия для русских. Вот, Россия для русских примерно то же самое. Вот, правда, не то же самое, потому что Россия для русских, она реализована. Возможно, не был этот тезис, а вот насчет Германии, Германии. Если бы был реализован, у нас бы не осталось. Германия, Германия, вы меня извините, она до сих пор вспоминается. Вот, собственно говоря, такая, я бы сказал, поворотная веха в нашем с вами разговоре. Значит, что такое русская идея, что такое русская идея сегодня? Ну, примерно так, да? Значит, сама русская идея, вот я уже говорил, что о ней задумывались только в период кризиса. Пока кризиса не было, понимаете, никто не бегает к врачу, когда он прекрасно с сердцем, все в порядке, все нормально. Мы же с вами, русские люди, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А вы знаете, это не только русские, это все люди так устроены. Тем более, тем более. Вот, и вот задумались, и вообще-то к толкованию, к определению, в понимании русской идеи было два подхода тогда, в конце 19-го, начале 20-го века. Многие пытались просто вот ее выдумать, но они жили в этой среде, они ее формулировали, они ее чувствовали, они, это неудивительно, вот когда сегодня выдумывают, это нелепость. А там они находились в этой культуре, ее формулировали. Я решил, что сделать нужно иначе, поступить нужно по-другому. Нужно не выдумать, а выявить русскую идею. И для этого я проанализировал всю русскую историю с 8-го века до 20-го и 21-го. Я проанализировал 1100 пословиц из сборника Даля методом контент-анализа. Русские поговорки, у него сборник 30 тысяч пословиц. Есть такой, да. Вот, выявил глубинный смысл русских пословиц. Я взял все русские стихотворения, всю русскую поэзию 19-го века, все те стихотворения, в названии которых есть слово «Русь, Родина, Отечество». То есть такой коллективный поэтический портрет России, его проанализировал. И взял все высказания русских мыслителей о русской идее. И в результате русская идея, она достаточно четко и просто дефинируется, определяется. Это православие, собирание земель и общинный коллективизм. Вот все эти три начала, и православие, и собирание земель, общинный коллективизм, они оказались в состоянии кризиса одновременно. Я уже говорил, в конце 19-го века. Не только православие, но и собирание земель, которое происходило в России наиболее успешным на нашей планете способом. Потому что наши предки собрали самое большое в мире государство. Мы и сегодня, после всех коммунистических потерь, остаемся самой большой страной в мире. Но собирание земель не могло быть бесконечным. Наша граница на Западе сформировалась в начале 19-го века. Потом пошли на Кавказ, остановились. Потом пошли в Центральную Азию. Это уже вторая треть 19-го века. Потом пришли на Дальний Восток. Ведь была еще... Есть Малая Русь, есть Белая Русь, есть Красная Русь. А была еще и Желтая Русь. И на русских картах, начало 20-го века, Манчжурия обозначается русским цветом. То есть, она была уже полурусской территорией. Это сегодня отдают китайцам наши земли. Совершенно безосновательно, совершенно необоснованно. В районе Хабаровска... Афганистан, вспомните, тысячу километров, которые к нам присоединил Александр Третий. Афганистан не был присоединен. Кстати, с Афганистаном первая афгано-русская война происходила по инициативе Афганистана. Афганистан напал на Россию, но район Бухары, Самарканда и другие территории были присоединены. Там было Хивинское ханство, Бухарское. И афганцам это не понравилось. Они напали тогда на Россию и их отбросили. Но я просто говорю о том, что если бы была карта, то сначала западная граница остановилась, потом Кавказ, потом Центральная Азия и аж до Дальнего Востока дошли. Но уже на Дальнем Востоке присоединить не смогли. И последнее, что сделали, это Северный морской путь проложили. То есть Россия была расширена по всем возможным направлениям. И экспансия прекратилась. И резолюция Генерального штаба Русской армии 1903 года содержала положение об остановке территориального расширения. Больше нет такой стратегии расширяться. И экспансия тоже себя исчерпала. Православие, собирание земель попало в кризис. Православие в кризисе. А община и коллективизм оказался не нужен. Потому что община, ведь она тоже не с неба упала. Почему люди жили у нас на Руси общиной? Потому что довольно суровый климат для земледелия. И выжить может только если все друг к другу приходили на помощь. Был община и коллективизм. Поддерживали друг друга. А в начале 20 века резко выросла производительность труда в сельском хозяйстве. В пять раз увеличилась энерговооруженность сельского хозяйства. В три раза за 15 лет увеличилось потребление удобрений. И так далее, и так далее. И получилось так, что даже если я буду дурака валять, я не пропаду. Меня поддержат. И кто-то работал изо всех сил. Появились крепкие крестьяне. Кулаки. Кулаки совсем другой смысл имело на Руси. А появились лентяи и лодыри. И тогда Столыпин сказал, нет, ребят, так не пойдет. Надо расселять из общины на хутора. И появилось у нас, выражаясь современным языком, фермерское хозяйство. То есть и община у нас распадалась, разрушалась. И вот Россия нуждалась в каком-то новом подходе. Но пришли большевики, которые просто уничтожили старую Россию настолько, насколько это было можно. Даже язык пострадал. То есть все было другим. Вообще, вот мы понимаем, что, скажем, Третий Рейх и ФРГ – это разные государства. Хотя один народ, один язык, одна территория. А государства совершенно разные. Но мы вот на себе как бы большое видится на расстоянии. На себе мы это гораздо хуже. Мы понимаем, мы плохо сознаем, что Россия и Советский Союз – это совершенно разные государства. Но был Советский Союз, мы через это прошли. Для меня это наша страшная национальная катастрофа. Это не значит, что все в СССР было плохо. Было и хорошее. Но в основе был такой негатив, который перечеркивает все остальное. Так же, как если говорить об исторической России, были там ошибки, конечно. Были там неудачи, конечно. Но в целом, в своей основе, это было такое мощное и успешное государство, которое превышает все минусы. Так вот, рухнул и Советский Союз. И когда рухнул Советский Союз, возник вопрос – а кто же мы? И существует вообще три варианта ответа. Да. Три варианта ответа. Новая Россия может быть новым изданием СССР. Улучшенным и исправленным. Есть такая партия, мы все ее знаем. Есть 20% избирателей, которые голосуют за красных. Есть такой вариант. Есть второй вариант ответа. Новая Россия может всю свою историю выкинуть. Все неправильно. И советское неправильно, и российское неправильно. Вообще мы неполноценные. Мы должны бежать за Западом и догонять Запад. И есть такие партии, которые такие идеи пропагандируют. Есть правое дело, и Союз правых сил, и так далее. И отчасти партия Яблоко, между прочим, которая исходит из того, что у нас все не так, все не то. Нужно все убрать. Вот другой вариант. Идти западным путем. Есть третий вариант. Россия, вот если понимать, как страну, разорванную во времени, а вообще-то первым об этом сказали не я в этой студии, как вы понимаете, а Василий Розанов. Я здесь поясню. Наверное, почти все наши слушатели, зрители знают высказание Черчилля о железном занавесе. Мы знаем, что Советский Союз был отгорожен железным занавесом. Это Черчилль сказал в Фултоне в 1946 году, после выступления Сталина перед избирателями Кубишевского района, и так далее, и так далее, в Москве. Вот. Что над Советским Союзом опустился железный занавес. На самом деле, Черчилль сплагиатничал. Эта формула железный занавес была употреблена в 1918 году русским мыслителем, поэтом и философом Василием Розаном, который написал в своих дневниках, в своих литературных записях «Над русскую историю с крежетом, скрипом и грохотом опускается железный занавес». Это совсем разные вещи. Одно дело над территорией, а другое дело над временем, над историей. Россия оказалась оторванной во времени. Так вот, третий путь, третий вариант. Россия может идти, как новый СССР. Россия может все выбросить и догонять Запад. А может Россия попытаться самовоссоединиться с тысячелетней Россией. Это не значит вернуться в начало 20 века. Нет, конечно. Это значит русские правила, русские ценности, русские традиции. Насколько это возможно. Многое потеряно навсегда. Но насколько возможно вписать в современность. Вот это и есть третий путь, который, с моей точки зрения, хотя и совсем не прост, но единственным спасающим, является единственным выводящим нас из кризиса. А сегодня практически реализуется четвертый путь. Когда мы немножко беременны, а немножко не беременны. Когда у нас и левосторонние, и правосторонние движения одновременно. Когда у нас и вагон для курящих, и днекурящих одновременно. Поэтому у нас одновременно мы и западные, и антизападные, мы и советские, и антисоветские, мы и российские, и антироссийские. Все вперемешку. Но дело в том, что кто-то скажет, а почему нет, а почему нельзя, оттуда, оттуда, оттуда. Но все дело в том, что российское и западное, вообще говоря, соединимо. И говоря о преемстве с тысячелетней Россией, я за то, чтобы мы учитывали западный опыт. Кстати, Россия всегда была открытой страной. В Москве была с 16-15 века польская слобода, армянская слобода, немецкая слобода. Это был открытый город. Это в СССР все было закрыто. Но повторяю, что Россия как преемница, нынешняя Россия как преемница тысячелетней России, с учетом западного опыта, это одно. А сочетать российское и советское невозможно. Они несочетаемы. Между ними Советский Союз возник из военного переворота, вооруженного захвата власти незаконного. Вслед за тем началась гражданская война. И вся история СССР, это история ГУЛАГа, физического террора. А вслед за ним была цензура. Поэтому, почему, собственно, рухнул Советский Союз? А если говорить коротко, очень просто. Потому что Горбачев отменил цензуру. Потому что стали свободно говорить. Как только стали говорить, все, это государство не жилец. Оно все, это как голый король, понимаете. Когда не появился мальчик, который сказал, слушай, старик, ты же голый, да? Действительно голый. Вот и все. Но я не совсем согласен. Да, я готов спорить. Насчет исторической и советской России. Но я хочу пояснить свою точку зрения. Дело в том, что как раз именно вот соединение или историческое соединение, объективно вызванное теми обстоятельствами трагическими, которые оказался Советский Союз как наследник Российской империи. Я имею в виду Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Вот как раз в эти трагические годы как раз и произошло, хотели того там кремлевские небожители или не хотели, а объективное соединение исторической России, которую 20 лет топтали ногами те самые большевики, о которых вы говорите, и советской России. Вот этот синтез, как мне представляется, этот синтез, он и был осуществлен, ну если уж мы тут как историки иногда любим эти самые хронологические моменты, то я бы его отнес к 1943 году, когда не посоветовавшись ни с членами политбюро, ни с пленумом ЦК ВКПБ и так далее, Иосиф Виссарионович Сталин пригласил в Кремль, так сказать, трех русских иерархов Русской Православной Церкви и спросил у них, а не пора ли нам, товарищи иерархи, воссоздать институт патриаршества, порушенный с момента, так сказать, такой нелепой смерти патриарха Тихона. И те были шокированы, наверное, не меньше, чем если бы, допустим, нас сейчас с вами пригласили, не хотите ли вы слетать на Луну, друзья мои, не пора ли нам слетать на Луну, мы бы с вами крайне удивились, так сказать, наверное, пора, но вряд ли бы полетели. А вот они, удивившись, говорят, а почему бы и нет, так сказать, почему бы и нет. Мне кажется, что вот как раз в этом, я уже не говорю здесь о том, что там и возрождены были имена, так сказать, и Суворова, и Кутузова, и вот наша кинематография поперла там, так сказать, огромное количество всевозможных фильмов, и погоны, наконец, ввели, как в царской армии. И по имя отчеству Борис Шапошников обращался, ввел эту, так сказать, опять же, эту традицию в генеральном штабе. Ну, то есть, вы можете сказать, что это внешнее, но внешнее это всегда выражение существа. Я скажу, я скажу, что я хочу сказать. Я думаю, что, если я уже могу... Я не спорю, я просто констатирую. Да, ну, я тоже просто констатирую, значит, действительно, попытка вернуться в Россию Сталина была предпринята. Но попытка очень непоследовательная и противоречивая. Это же другой вопрос. Вы знаете, вот 25-го, то есть, простите, 7-го ноября 41-го года в Москве на станции метро, по-моему, Бауманская проходило заседание Политбюро, посвященное годовщине... Маяковск. Или Маяковское, Маяковское, посвященное годовщине октября. И там Сталин сказал, ну, я не дословно, но мысль передам абсолютно точно. Сталин обрушился на фашистскую Германию, сказал, что такое фашистская Германия? Это то, что Россия до 17-го года. Я думаю, после таких фраз многие русские люди пошли в плен к немцам. Если Германия, это то же, что Россия до 17-го года. Или еще я несколько штрихов приведу. Значит, вы говорите о возрождении православия. Но надо сказать, что первым о начале войны в нашей стране объявила Русская Православная Церковь. Молотов выступал в 12 часов, а не в 10 часов по всем церквям дали знать нашим соотечественникам, что началась война. А здесь еще были приказы не отвечать огнем на огонь, не сбивать самолеты и так далее. Наконец, и такая деталь. Тут очень большая тема. Но надо иметь в виду, что русских священников расстреливали советские власти до 45-го года. Об этом пишет Александр Яковлев в книге «Сумерки». Сотнями их обвиняли в сотрудничестве с фашистами. И фашисты, учитывая эту ситуацию, и, конечно, не были сторонниками православия, они вообще хотели уничтожить Россию как таковую. Но поскольку они не могли с ней справиться, искали какую-то опору, они пошли на возрождение Русской Церкви, на оккупированной территории. Игорь Борисович, вы еще можете привести, и я добавлю еще здесь, десятки тысяч примеров, которые, безусловно... Поэтому Сталин и Россия – это разные вещи. Которые, безусловно, могут подтвердить как одну, так и другую точку зрения. Но никто, простите, в том числе и вы, не сможете отрицать факт восстановления Сталина и Института Патриаршества. Я не собираюсь здесь спеть Асанну Иосифа Виссарионовича, даром он мне не нужен, простите за грубость. Но давайте все-таки с фактами обращаться. Нет, давайте уважительно, тогда я дополню просто по Патриаршеству. Потому что когда в 43-м году встречали священники с генералиссимусом, он еще не присвоил себе это гордое звание. И дали ему список тех, кого надо выпустить из лагерей. То есть это церковь, которая сидела в концлагерях, в сталинских. И из этого списка уцелело два человека. Остальные были просто уже либо умерли, либо были расстреляны. Я еще раз говорю, мы этих подробностей можем много приписать. Приписывать ему любовь к России – это человек, который уничтожил больше людей, чем Гитлер. Игорь Борисович, имейте в виду, что вот эту, как говорится, инициативу советского руководителя, ее очень горячо поддержала русская эмиграция, которая еще не разучилась думать по-русски. Русская эмиграция очень по разам отнеслась. Часть была вместе с немцами. Я еще раз говорю, ту русская эмиграция, которая не разучилась думать по-русски. Я имею в виду таких, как Иван Алексеевич Бунин, как Иван Александрович Ильин, как Антон Иванович Деникин. Но не генерал Краснов, который... Вот, генерал Краснов, он предал свою... А генерал Власов, который был повешен, но генерал Власов принял такую программу возрождения России, которую до сих пор скрывает, еще не пристает разбираться. Я об этом речь. Я говорю, третий раз повторяю, что русская эмиграция, которая не разучилась думать по-русски. Видите, какой острый спор. Потому что до сих пор всего не знаем. Вот, она поддержала вот это решение. Русская эмиграция не была однородной, нельзя ее одной краской. И я думаю, что... Были даже возвращенцы в Россию, поехали назад в Россию из эмиграции. И тут им крепко досталось. И я думаю, что этот факт, он, безусловно, так сказать, несмотря на все те подробности, которых вы еще 10 тысяч штук можете привести, он весьма красноречив. То есть, красноречив с точки зрения какой? Я категорически не согласен с вами, с самой методологической постановкой вопроса. Советская Россия это, мол, одно, а историческая Россия другая. Нет, дорогой Игорь Борисович, если бы это было так, никогда бы этно-геополитическое пространство Российской Федерации не соединилось так органично, как оно соединилось сегодня. Оно соединилось с цензурой, КГБ и штыками. И распалось, как только это все рухнуло. Ну, господь, ну, перестаньте, ну, перестаньте, ну, перестаньте вы... Поэтому советская Россия несовместима. Перестаньте вы утвердить эти зады западной пропаганды. Какая мне плевать тысячу лет на Запад? Почему западная пропаганда? А мне плевать на те разговоры, которые... Я в России живу. ...вокруг этого вопроса. Все-таки давайте успокоимся, давайте отойдем от этих штампов. Надоело это, в конце концов. Я спокоен, но у меня есть аргументы. Я же не фанатик. Я же говорю, вот так и никак иначе. Я вам приведу конкретные аргументы, почему это разные государства. И в связи с этим не надо нам проводить эти примеры бессмысленные, потому что... Вы заранее решили, что они бессмысленные. Не я заранее решился. Давайте я их выскажу, а вы разобьете их. Наша судьба так сложилась. Я соглашусь с вами, я не фанатик. Мы говорим все-таки о русской идее. И я вот хотел вам задать вопрос в том смысле, что русская идея – это все-таки идея тех же самых татар, тех же самых монгол, которые 300 лет господствовали на территории России. Или здесь все-таки мы можем ошибиться, когда будем ее использовать в общераспространенном смысле слова. Или будем ее использовать не как общенациональный инструмент, вокруг которого объединяется, скажем, российская нация или российская этническая общность. Как угодно называйте ее. Там тысячи определений этих. Сейчас опять вы можете дополнить. Это бога ради. Вот меня все-таки вот это интересует. Мы можем сказать, вот так же, как тот же вот Феликс Юсупов гордо сказал, я русский офицер, будучи татарином по национальности. Значит, тогда не было, почти не было понятия национальности. Я могу вам привести еще более острые примеры. Да, тогда по вероисповеданию вы правы. Они называли себя великороссами, это почти то, что сегодня россияне. Да, даже не великороссы, они называли себя православными. Наоборот, русские называли, слово русские, те, кто сегодня называет себя русскими, в начале прошлого века называли себя великороссами. А русские, это почти то же, что сегодня россияне. Ну, Молдаванин Пуришкевич, выступая в Государственной Думе, говорил, я русский депутат Государственной Думы. Да немец, который губернатор был Ташкента, он написал, у него надгробная эпитафия на могиле, я прошу себя похоронить здесь, чтобы все знали, что это русская земля, где не стыдно лежать русскому человеку. А его фамилия фон Бо, не помню, чисто немецкая фамилия. Да не важно, не важно. Поэтому слово русский имело другой смысл. Так же, как Берин в 18 веке называл себя русским мореплавателем. Конечно, конечно, русский тоже русский. Я все-таки возвращаюсь, русская идея, она имеет общее значение, у нас немножко осталось тут всего-то. Да, я хочу уточнить, во-первых, что та русская идея, которая была общероссийской идеей, которая была в начале еще 20 века, она сегодня неприемлема, это невозможно, ее нужно реформировать. Вот был революционный отброс, который привел к катастрофе, а нужно реформировать русскую идею, она действительно нуждалась в модернизации. Если говорить совсем коротко, то возрожденная и реформированная русская идея – это историзм, обустройство, духовность и демократия. Историзм, потому что нам нужно преодолеть этот разрыв во времени, который произошел. Мы должны понять, что мы родились вообще не под зал Паврора, а в 8 веке. Наша история грандиозна. Поэтому реально существует без наших даже с вами рассуждений. Мы не родом из октября, 100% согласен с вами. Извините, мы немножко постарше всех, как Америка и так далее. А там еще рабство отмели на 2 года позже, чем у нас крепостная. Нет вопросов, спора нет. Историзм, обустройство. Вот эта идея экспансии, расширения земель, она себя исчерпала. Нужно обустраивать. Наша цель – качественный рост, а не количественный. На данном этапе да, согласен. Нам не нужны захваты. СССР из-за этого все потерял. Может быть, весь 21 век мы будем топтаться на этом месте. Не надо топтаться, надо расти над собой, так сказать, выражаясь. Трудно нам расти, давайте хотя бы потопчемся. Вот в этом задача, в том, чтобы качать. Иначе нас просто выкинут. Не подоптавшись, не вырастешь. Нечего продавать сырую нефть, гнать ее за рубеж. Надо ее перерабатывать новейшими технологиями. Это новые рабочие места. Это доходы, которые в десятки раз выше. Это бесспорно. Историзм, обустройство. Проблема православия и веры – это проблема личная. Каждый решает сам, и я не вправе здесь кому-то чему-то навязывать. Но в чем суть православия, в чем, так сказать, культурный срез православия – это утверждение приоритета духовности и нравственности. Вот это и есть православие. То есть, ну, скажем, в пиковой даме Герман, немец, да, он хочет разбогатеть. Из-за этого в результате старуха, старая княжна умирает, служанка ее в шоке, а Герман заканчивает психушки. И Пушкин показывает, что Россия – это не та страна. Да, конечно, здесь нужны деньги, доходы и так далее. Но это не главное. Главное для нас – духовность и нравственность. Значит, историзм, обустройство, духовность. А как только вы переходите к обустройству, востребованной оказывается демократия. Пока люди жили по законам военного лагеря, пока казаки отвоевали территорию, демократия не нужна. Пока американцы захватывали индейцев, шли на другой берег океана, они там плебисциты у них не устраивали, брали оружие и стреляли. Вот экспансия завершилась, вот теперь нужно обустройство, а значит нужна демократия. Вот четыре ключевые ценности для всех, кто живет в нашей стране. Даже для власти, которая хочет жить по другим законам. Принимается. Замечательно, уже к нашему полку прибыло. А на этом разрешите мне закончить. Благодарим вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok